всем привет вот и начинаю я серию обзоров катушек для биг бейтов ну и начать нужно из уложения к классике abu garcia c3 почему именно c3 c4 это уже скажем так не то поклонники и ценители катушек abu garcia классических наверно лучше даже расскажут чем я в общем c3 это скажем так катушки еще того уровня какой какими они нам запомнились c4 уже пошли там сделаны и в китае туда-сюда в общем именно поэтому c3 ну про 46 я в первом анонсе уже рассказывал что 46 в принципе вполне подойдет для биг бейтов значит здесь я намотал очень толстенный шнур здесь всего 60 метров и думаю что для биг бейтовой ловли этого достаточно обзор вообще все что я думаю об этой катушке у меня есть отдельно посмотрите плейлист обзора катушек там есть обзор на вот эту катушку с точки зрения классики а сегодня мы поговорим о ней с точки зрения биг бейтов ну что переходим к тестам смонтировал я катушку на удилище savage gear sg2 259 длина 110 220 тест вот собственно сначала пару слов об эргономике ну разумеется чего-то суперического ждать от катушки не надо она заточена под вот такой вот хват то есть не как мы привыкли не вот таким вот образом а вот таким и вот таким образом она действительно достаточно удобно держится вот значит напомню шнурок какой-то толстенный что-то типа восьмерки я сюда намотал вот давайте первый тест первый тест это будет на нагрузку и вообще на заброс крупных приманок сильно ничего тяжелее у меня нет это бульдог где-то 200 граммов весом давайте попробуем его забросить и провести он достаточно сильное сопротивление оказывает на выматывание посмотрим что нам скажет об этом катушка на по тормозам значит я в кадре не буду их настраивать тут значит три грузика из 6 включена и немножко поджат осевик я считаю что на биг бейтовой ловли поджать осевик это норма что пробуем ну швырять на дальность я говорю сразу я не сразу я не буду давайте посмотрим как она будет выматывать на 5 и 3 передача выматывается отлично какого-то супер усилия я не чувствую ну конечно со временем усталость накопится вот и за день рыбалки конечно левая рука подустанет крутить давайте еще раз забросим со временем рука крутить устанет но тем не менее вменяемо но я бы конечно сюда рукоятку поменял здесь 80 коротенькая классическая стоит я поставил что-то в том же стиле но соту я просто пока руки меня не дошли до этого катушку с этим а я в общем на выматывание никаких проблем давайте попробуем теперь вот эту штуку подергать да на затянутом фрикционе в принципе проблем нет как раз сейчас ранняя весна вот температура чуть чуть выше нуля в принципе это та погода при которой ну обычно у нас на big bait и ловят то есть обгонка смазана отлично проблем никаких нет вот это вот хреновина дергает хорошо может если вдруг кто не понял размер вот моя достаточно большая ладонь если что я 11 12 размера перчатки ношу вот он бульдог давайте еще раз попробуем подергать насколько это удобно значит классической маски техники да я беру удилище подмышку вот так вот держу катушку специально не трогаю шпулю и дергаю дальше выматываю чем могу сказать передатки у катушки не хватает прям выматывать неудобно долго таким способом конечно ловить не получится все давайте следующему тесту следующий тест будет на проводку классического глайдера забросим его 7070 небольшим грамм весит в чем суть вот таким длинным удилищем дергать глайдер неудобно ну просто типа 260 это не сильно удобная штука чтобы анимировать глайдеры тем более с таким перри тестом поэтому зачастую на длинных удилищах удобно анимировать глайдеры катушкой тоже классическая американская техника для при ловле маски мы забрасываем делаем короткие резкие обороты и смотрим чтобы глайдер анимировал суд не на бу гарсия на этой так не получится может быть ну за тебя здесь передаткой 5 и 3 но это принципе классика для обувь я честно говоря бочек прям сильно большей передаткой не видел не таким способом не получится анимировать глайдеры так что точно отказать давайте дальше следующий тест значит ситуация в принципе логичная да и очевидно и часто встречающихся когда там на крупные приманки не клюет или допустим у нас какая-то маленькая глубина где засаде день 10 рыба и нет течения там где нужен прием не огрузку бросить вот пускай у нас будет там 28 граммовый воблер посмотрим как его катушка бросит и насколько это насколько это будет удобно на удочке до 220 грамм уж тяну без проблем вполне разумеется там какие-то твиче тут невозможные скорее всего будет чисто равномерная проводка но в принципе что и как бы логично такой дубиной отвечать не получится то есть вполне легко и непринужденно катушка бросила на тех же настройках этот воблер там метров на 30 наверно улетел давайте посмотрим ну так как осевик затянуту даже не купить линии выдула но один метр хрен с ним пускай пускай будет 0 10 20 ну и там что-то порядка 30 метров удочка до 220 грамм вполне нормально то есть ловить даже на легкие приманки у вас вполне получится и несколько слов хочется сказать об эргономике и вообще об ощущениях от катушки в данном случае это важно потому что обычно ловим мы в холодной воде ну что я могу сказать там около нулевую температуру достаточно сильно холодит руку то есть вот поздней осенью ранней весной ловить придется скорее всего в перчатках потому что ну пару часов и руки у вас уже потеряют абсолютно чувствительность вот значит ну эргономика мне привычная скажем так мне вот таким вот образом держаться достаточно удобно вот будет ли это удобно вам я не знаю ну и по большому счету вот давайте откровенно об этом скажем что ну нет никакого рационального нет ничего рационального в решении купить вот эту катушку там в двадцать третьем году ну совершенно нет то есть это покупка скорее мне нравится а не что-то практичное в принципе все вот такой вот обзор значит катушку реально можно брать под свим бейты под резину но я бы заменил рукоятку мне кажется и все-таки не хватает ну и все пока